Как экономика Мариэл отреагировала на кризис, вызванный пандемией? Этот вопрос обсудили в пятницу на заседании правительства республики. В повестке дня также подготовка региона к отопительному сезону, исполнение консолидированного бюджета, реализация программы по формированию комфортной городской среды. Все подробности далее в материале. Несмотря на последствия пандемии коронавируса, ряд отраслей в республике не только не просели по экономическим показателям, но и продемонстрировали рост. Вместе с тем карантин, сокращение объемов производства на предприятиях не могли не привести к потере. Доходы снизились, по цепочке сократились налоговые поступления. Речи о стагнации не идет, но восстановление займет еще не один месяц. Согласно результатам ежемесячного мониторинга деятельности системообразующих организаций, промышленности, снижение объемов отгрузки продукции отмечается практически у половины предприятий, что связано с уменьшением количества заказов, остановкой экспортных поставок, задержкой платежей со стороны потребителей, снижением спроса на промышленную продукцию. При этом имеется и рост промышленного производства, отмечен в производстве лекарственных средств 136,9% к январю-июню 2019 года, электрического оборудования 117,3%, пластмассовых изделий, химических веществ, автотранспортных средств прицепов и полуприцепов 111,3%, производство пищевых продуктов, а также водоснабжение, организация сбора и утилизации отходов 125,9%. В первом полугодии 2020 года в республике произведено продукции сельского хозяйства на сумму 21,2 млрд рублей, или 104,3% в первом полугодии 2019 года. Производство мяса увеличилось на 4,4%, молока на 7%, яиц на 1,2%. За прошедший период текущего года наблюдается значительный рост объемов работ, выполненных по виду деятельности строительства, на 32,1%. В сопротивленных ценах января-июня 2019 года. Рост обеспечен за счет реализации национальных проектов на территории республики, а также связан с реализацией институтных проектов, предполагающих строительство объектов. В первом полугодии 2020 года построено 2000 квартир. Вод жилья составил 143,5 тысяч квадратных метров, или 134% в первом полугодии 2019 года. Особо стоит отметить прорыв Мариэл по жилищному строительству. В этом плане республика сумела войти в десятку ведущих регионов России. Республика Мариэл среди 85 субъектов на 10-м месте находится. В зеленой зоне, не в желтой, не в красной, в зеленой зоне 10-е место. 10-е, я бы сказал, почетное место. В этом году мы по этому показателю выглядим достойно. Что касается доходов консолидированного бюджета республики, то начало года было оптимистичным. Собственные доходы демонстрировали рост. Обрушившаяся затем пандемия скорректировала тенденцию. Такая ситуация, впрочем, характерна не только для всей России, но и для большинства стран мира. Республиканский бюджет зачислен на налоговых и неналоговых доходов в сумме 7,4 миллиарда рублей, в том числе без источников дорожного фонда 9,5 миллиарда рублей. К уровню прошлого года доходы снижены на 734 миллиона рублей. Доходная база местных бюджетов от налогов и иных обязательных платежей сложилась в первом полугодии в объеме 1,9 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов снизились на 105 миллионов рублей. Но даже в этих сложных условиях республика смогла занять первое место в Приволжском федеральном округе в части исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам, а также выполнила все обязательства по работе с государственным долгом. Мы в кредиты ни в какие не пошли. Мы продолжаем нашу практику, пусть незначительного, но снижение госдолга. Поэтому кредитами мы не обрастаем. И вот этим предложением или разъяснением Минфина России, что можно брать кредиты, мы не воспользуемся. На заседании правительства было отмечено, что в республике, несмотря на пандемию и связанные с ней трудности, успешно реализуются национальные проекты и государственные программы. Одна из них – формирование комфортной городской среды. В нынешнем году планируется благоустроить 98 территорий, в том числе 37 дворовых, 61 общественное пространство. Общий объем финансированных мероприятий на этот год составляет 204 миллиона 359 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 186 миллионов 765 тысяч рублей. По состоянию на 28 августа 2020 года заключены контракты на выполнение работ по всем 98 территориям. Завершены в полном объеме работы на 64 территориях из 98, что составляет 64%. Работы в настоящее время ведутся на оставшихся 35 объектах со сроком завершения до 1 октября 2020 года. По состоянию на 28 августа профинансировано по заявкам муниципальных образований 63 миллиона 249 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 56 миллионов 640 тысяч рублей. Еще один важный вопрос в повестке дня – готовность региона к отопительному сезону. В этом плане работы ведутся по установленному правительствам графику. Как заверил руководитель профильного министерства, подготовка всех объектов будет завершена в установленный срок. Продолжение следует...